Казань готовится к Международному экономическому форуму России и Исламский мир. Казань Форум. Казань Экспа вновь станет площадкой для мероприятия с 14 по 19 мая. А в этом году форум посетят почти 11 тысяч человек, включая 26 почетных делегатов, министров и главправительств. Что это за форум и какова его цель? На самом деле, насколько я помню, довелось постоять у истоков этого форума создания. Его создавал, насколько я помню, Ленар Якупов еще тогда. Это был человек, который был активен и близок к президенту нашей республики. Ну, тот момент должен всегда называться. Да. И, соответственно, он как раз хотел новой крови и новых действий. То есть, задача была сделать такую структуру. Тогда Таир как раз создавался в те годы. Это были 11-12 года, когда создавался как раз с целью, чтобы инвестиции, новые инвестиции, прежде всего, арабского мира, как близкого по религии, прежде всего, нашей здесь, в республике, начинали бы выливаться в республику прежде всего. То есть, республика послужила такой целью, такой хабом для остального же России и распределения денег дальше. Вот такая была цель и задача этого всего мероприятия. Кстати, а вот эта цель и задача, она была достигнута за то время, которое проходит Казанфорум? Безусловно. Но, во-первых, если к истокам обратиться, то в прошлом году было 20 лет, как президент нашей страны, Малайзии, заявил о намерении нашей страны войти. Тогда называлась Организация Исламской Конференции. Далее, в 2011 году стала Организация Исламского Сотрудничества. И именно с этого года, после этого заявления, активно у нас в нашем регионе стала вот эта повестка развиваться. Далее, в 2006 году появилась группа стратегического видения России и исламский мир. И сейчас у нас Рустам Нургалевич возглавляет, является председателем. И, конечно же, Казань совершенно в другом свете, и наша республика совершенно в другом свете в политической повестке предстала. И здесь, конечно, в этом году, 15-й год, соответственно, в 2009 году у нас Казанский форум впервые состоялся. И каждый год все большее количество людей и участников было. Вот в этом году до более 20 тысяч, более 80 стран принимают участие, более 125 сессий деловой повестки. Ну и, конечно, причин несколько. Во-первых, наш руководитель, наш Раис, он является председателем данной группы, поэтому Татарстан так или иначе эту повестку реализует по нескольким направлениям. И в данном случае это экономическое направление, которое очень важно для нашей страны. Именно республика Татарстан сегодня дает возможность, является площадкой для всей страны, для взаимодействия с исламским миром. Мы все знаем, что взаимодействовать с исламским миром здесь и культурный код, здесь и вопросы доверят, а Татарстану доверяют. И поэтому у всех предпринимателей, у всех, кто хочет наладить отношения с исламским миром, есть возможность это сделать через Казанский форум. И вот история Казанского форума, она юбилейная, в этом году, я сказала, 15-й, такова, что последние два года это уже федеральная площадка. В январе прошлого года Владимир Владимирович Путин подписал указ, и мы теперь понимаем, что Казанский форум будет проходить ежегодно, он обрел федеральный статус, соответственно, масштабы увеличиваются, задачи увеличиваются. И впервые на нашей площадке проходят межправительственные рабочие группы, заседания, например, с Кувейтом, с Узбекистаном. То есть площадка расширяется. Здесь у нас и теперь конкурсы поваров проходят. Но халяль-экспо, это отдельная тема, она проходит у нас всегда. Поэтому здесь очень много, и год за годом содержательная часть форума расширяется. Ну и при обретении федерального статуса, естественно, и уровень, и повестка, и количество гостей, которые приезжают в Казань, естественно, все это приобрело уже другой масштаб. Но и геополитической ситуации сегодня нам и новые реалии говорят о том, что необходимо работать со своими надежными партнерами экономическими. А в данном случае мусульманские страны, которые не объявили санкции против нашей страны, действительно подтверждают, что они наши надежные партнеры. Ну и если брать просто с точки зрения экономики, восточные азиатские рынки, это действительно приоритетно, они драйверы роста. Мы видим, насколько экономики растут, насколько рынки растут. Поэтому, конечно, нам интересно работать в данном направлении. Вот любой форум, который проходит в России, его вольно-невольно всегда сравнивают с петербургским экономическим форумом, который является самым якорным и знаковым форумом нашей страны. Когда Казанфорум достигнет уровня Петербургского? Мы считаем, что ничуть не уступает наш Казанский форум Петербургскому экономическому форуму. И деловая повестка однозначно не уступает. Здесь просто мы работаем, направленность другая. А если с точки зрения посмотреть содержательный, здесь очень много площадок, связанных с развитием промышленности, здесь и нефтепереработка, здесь и судоходная тема, здесь и фармацевтика, здесь и здоровье, сберегающие технологии. С 1 мая 2024 года граждане России могут бесплатно переводить деньги между своими счетами в разных банках в пределах 30 миллионов рублей в месяц. О вступлении в силу нового закона сообщила пресс-служба Банка России. Как вы оцениваете это нововведение? До этого у нас сумма была небольшая в 100 тысяч рублей. Это без комиссии. Можно было и больше суммы переводить. Можно было между своими счетами переводить и кому-то отправлять через сервис системы быстрых переводов. Сейчас сделали 30 миллионов. Вопросы задают, почему так резко подняли. Я скажу так, что на самом деле система быстрых переводов – это федеральный сервис, который контролируется Центральным банком Российской Федерации. И за последние несколько лет можно сказать, что он стал ключевым сервисом по переводу. И скорее всего, я так предполагаю, поскольку им пользуются практически все граждане, решили, что надо бы такие же условия ввести для более состоятельных граждан. Понятно, что не у всех людей есть 30 миллионов рублей в месяц. Ну, там ограничение не больше 1 миллиона рублей в месяц. Но я так понимаю, что все-таки, поскольку сервис федеральный, он для всех. И, соответственно, преимуществами этого сервиса должны пользоваться все. То есть, почему именно цифры 30 миллионов? Это именно, так скажем, прослойка людей, высшедшего среднего, которые зарабатывают? Ну, это даже не выше среднего, это уж... Давайте так, в принципе, у нас, наверное, 98% переводов, да, это вот меньше 30 миллионов, а 2% может быть там несколько, да, это больше. Для 2% людей. Ну да, еще раз повторюсь, сервис федеральный, поэтому, в принципе, я считаю, что это правильное решение, потому что все-таки переводы... Ну, надо учитывать интересы всех граждан. Вот, поэтому это достаточно удобный сервис. Еще, понимаете, еще какой момент хотел сказать. Ведь система быстрых переводов, он создавался... Почему создавался, да? Он создавался для того, чтобы у нас все-таки был, поскольку, ну, свой, скажем так, суверенный система переводов, то есть российская, да, которая бы не зависела от каких-то там других игроков, и на текущий момент он создан. Плюс, не забывая, многие, может, и не знают, что система быстрых переводов, она еще работает в рамках малого и среднего бизнеса, то есть, в принципе, организации, организации, да, торговли, которые представляют сервис, они теперь могут принимать платежи посредством системы быстрых платежей. Изменения грядут и для водителей авто. Автомобильная аптечка – один из самых необходимых элементов для всех водителей, ведь на дороге может случиться авария с пострадавшими, которым будет нужна помощь. А что в ней должно быть по правилам 2024 года? Ну, сейчас внесли изменения о том, что необходимо все-таки ее видоизменить. Добавили туда стерильные перчатки, а также маски. Это, видимо, остаточное явление после ковида 2020 года. Однако мы его победили, и смысла в них лично я уже не вижу. Также, в свою очередь, там находится большое количество бинтов, которые позволят остановить кровотечение. Необходимые ножницы для того, чтобы их разрезать, ну и, соответственно, средства для того, чтобы восстановить дыхание, если оно было утеряно. То есть это то, что добавилось. А что-то убавилось или просто только добавили уже имеющимся, так скажем? В аптечке, скажем так, отсутствуют те, которые раньше были необходимы медицинские. Да, медикаменты. Но, опять-таки, Минздрав рекомендует самостоятельно доукомплектовывать тому, кому они необходимы, теми препаратами, что являются для них важными. А медикаменты почему, интересно, убрали? Что лучше? На сегодняшней идее... Не нагредить лучше? Да, я считаю, что на самом деле это действительно правильно, по причине того, что на сегодняшний день, к сожалению, подготовка водителей с каждым годом становится все хуже. Многие из них надлежащим образом не владеют теми навыками, которые необходимы при оказании первой помощи. То есть в чем получается основное отличие старых аптечек от новых? Наличие большого количества бинтов и отсутствие ненужных медицинских препаратов. Если у тебя нет аптечки, то какое наказание возможно? В этом случае будет составлен административный материал за отсутствие аптечки, и лицо будет привлечено к ответственности в виде штрафа. Штраф в каком размере? Чтобы понимать водителям, что грозит. Штраф в данном конкретном случае будет незначительным, но опять-таки проверка самой аптечки является необязательным требованием для водителя непосредственно страна сотрудника ГИБДД. Так как при прохождении технического контроля транспортного средства водитель обязан предоставлять и аптечку, и огнетушитель. То есть при наличии диагностической карты само требование будет необоснованным. То есть как применяют аптечку, и каков ее срок годности? Срок годности устанавливается непосредственно изготовителем, указан на самой таре, в которой находятся все необходимые препараты. Применение в соответствии с правилами дорожного движения и требованиями к оказанию первой медицинской помощи. Те водители, которые не владеют этой информацией, я считаю, необходимо сдавать водительское устранение в органы ГИБДД и за руль не садиться. Но в итоге как это проверить? Допустим, аптечка есть, но человек не умеет ей пользоваться. На самом деле при обучении в автошколе эти навыки в обязательном порядке прививаются, и билеты с вопросами, связанными с оказанием первой помощи, в том числе и указаны. Без них получить экзамен и водительское устранение не представляется возможным. Если, конечно, не прошло огромное количество времени, человек уже забыл, но лучше тогда... Но я считаю, те, у кого водительское устранение уже более 10 лет, они все-таки были квалифицированно подготовлены, и к таким людям не возникает вопросов зачастую, и в том числе в зданиях ПДД. Вот по поводу срока годности, о сроке годности тоже хотелось бы поговорить. В среднем это какой? Примерно год? Мы видим, что периодически меняется состав аптечек. Да, периодически меняются. В среднем в сроках примерно 3-4 года у нас законодатель и, соответственно, Минздрав уже уточняют те или иные требования, предъявляемые к аптечкам. То есть, соответственно, и срок годности медикаментов? Соответственно, да. Ранее необходимо было ежегодно менять аптечку, так как срок годности медикаментов очень короткий. Соответственно, и возникает вопрос по поводу суммы аптечки. В среднем какая? В среднем сумма аптечки на сегодняшний день от 400 до 800 рублей встречается. После первомайских выходных россияне отдыхают еще с 9 по 12 мая. На этой неделе вся страна отметила День Победы. По Татарстану волную прокатились концерты, фестивали, поздравления ветеранов и песня «Катюша Хором». И сегодня поговорим об организации, как самого 9 мая, 9 мая сегодня, также о праздничных днях поговорим. И первый вопрос о подготовке, если говорить, как она прошла именно к этому дню. Вы абсолютно верно подметили, что 1 мая – это тоже важный день в странице нашей истории. И вот 1 мая у Стелла трудовой доблести состоялось возложение, потому что Казань – это город трудовой доблести. У нас есть важное место в Казани, где отображен трудовой подвиг татарстанцев, не только казанцев, но и татарстанцев в целом. И мы 1 мая отмечаем не просто как Международный день трудящихся, это целая большая патриотическая программа. Что касается Дня Победы, это большая программа, которая была развернута и в образовательных учреждениях, и в вузах, и в среднеучебных заведениях, в трудовых коллективах. Очень много было возложений к мемориалам, очень много было мероприятий, направленных на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Потому что ключевым событием в праздновании Дня Великой Победы, конечно, это память, все, что связано с историей нашей страны, с историей тех событий. И важно отметить, как вот именно происходило это все. И поэтому соответствующая программа была развернута и на праздничных площадках. И то, что мы видели сегодня и в Парке Победы, сейчас происходят мероприятия, связанные как раз с патриотическим воспитанием детей и молодежи. Это и мемориальные события на кладбищах, воинских захоронений, которые сегодня были. Торжественное прохождение войск, включало в себя участие делегатов такого форума, как наследники Победы из нескольких регионов Российской Федерации. Это и участие юной армии как раз в торжественном прохождении войск наряду с военнослужащими и специальными подразделениями, которые дислоцируются в Казани. В плане патриотического воспитания мы понимаем, что сейчас очень много различных акций, дополнительных уроков в школах. Как еще воспитать детей так, чтобы они помнили историю, чтобы они знали свои истоки, так скажем? Уроки Великой Отечественной войны, они, конечно, хранятся в каждой семье. Ни одну семью не обошли события Великой Отечественной войны. Поэтому, конечно, в каждой семье хранятся фотографии родственников, которые погибли, которые участвовали в боях Великой Отечественной войны. И у многих есть соседи-труженики тыла, которые в тылу работали, и этот трудовой подвиг казанцев-татарстанцев тоже значим. И, конечно, лучше всего, на мой взгляд, поговорить об этом с подрастающим поколением, с детьми поговорить, показать еще раз фотографию своего родственника. И это очень важно. Я думаю, что это лучшее, что мы можем сделать для того, чтобы сохранить нашу память, сохранить нашу историю нашей великой страны. Я предлагаю подвести итог голосования в группе ВКонтакте, где мы задали такой вопрос нашим телезрителям. Что для вас лично значит День Победы, где 25% опрошенных дали ответ День Гордости за Отечество, отстоявшее свою независимость? Более 33% ответили День памяти о погибших в войне родных и близких. Более 37%, а это большинство, дали ответ День памяти о совместной победе народов мира в войне с фашизмом. Этот день я помню, как вот вчера это было. Нине Антоновне 93 года. Несмотря на свой почтенный возраст, день начала войны она помнит и сегодня. На тот момент ей было всего 10 лет. По ее словам, тогда был воскресный солнечный день. Она вместе с мамой и тетей планировали прогуляться до Гатчинского парка. В ожидании этого дня девочка легла спать, но утром она проснулась в растерянности. Рядом никого не было. Девочка подумала, что ее не взяли с собой. Как меня не взяли, обманули, обманули. Я в три ручья слезы надеваю это платье задом наперед, бегу за ними, бегу, не догоняю, конечно. Бабушка меня ловит и говорит, дурочка, какой праздник, война началась, война началась. Сегодня Нина Антоновна с гордостью рассказывает о своих медалях. На правой стороне она носит связанные с Ленинградом, а самая дорогая для нее медаль – это знак жителю блокадного Ленинграда. Все, что на правой стороне, это все касается Питера. Это все мое кровное, родное. Нина Старкова переехала в набережные Чулны 50 лет назад. Устроилась старшей медсестрой сначала в детский сад, затем в детскую горбольницу номер один. В 1951 году она вышла замуж. В счастливом браке воспитали троих детей. Сегодня у нее уже есть пять внуков и два правнука. В преддверии Дня Победы ветерана лично поздравил и мэр города Наиль Магдеев. От Рустама Нургалевича Мениханова. Тоже спасибо. Да, вот сюда мы его поставим, потом вы угостите своих. Это от нас, от города плед, чтобы вам всегда было тепло. За приятной беседой и кружкой чая она поделилась с мэром города, как на Марсовом поле сажали капусту. В Марсовом поле мы сейчас работаем. Ничего себе. Да. Это вот Марсово поле. Да. Вот это у меня двух второклассники. В завершении беседы ветеран поблагодарила руководство и учеников гимназии номер 61. К ним она относится как к своим детям. По ее словам, гимназисты часто ее навещают и поддерживают. Лилия Агатина, Сергей Вильданов, Новости Татарстана. Весной к нам возвращаются из теплых краев перелетные птицы. Однако бывает так, что прилетают и зараженные птичьим гриппом пернатые. Все-таки немного мы должны поговорить о том, что все-таки они с собой переносят перелетные птицы. Потому что мы понимаем, что там, где они гнездуются, то, что они кушают, могут быть различные и эпидемии, и пандемии, и все остальное. Вот какие существуют болезни, которые приносят нам перелетные птицы? Да, безусловно, птицы, естественно, как и любой живой организм, подвержены воздействию различных паразитов, в частности, вирусы. И те же самые вирусные инфекции, которые присутствуют у птиц, она обычно существует помимо нас и здесь. Ну, я просто хочу подчеркнуть, пользуясь случаем, чтобы не доходило до того, чтобы вот увидев, например, больного, как мы говорим, голубя, очень часто мы видим нахохливающихся голубь, сидеть такой, да-да, и вот сердобольные иногда бабушки, там родители, особенно дети, вот детей надо беречь, они их берут, говорят, ой, там он там замерз, он, давайте я его покормлю и так далее. Это уже обреченная птица. Лечить уже бесполезно, да и никто не будет заниматься дикими голубями, и их лечить каждую птицу. Поэтому лучше не трогать. Это, я к чему говорю, к тому, что инфекционные заболевания у птиц, они есть всегда. Они здесь, так же, как и мы, они болеют. Другое дело, приносят ли они нам вместе с собой ту инфекцию, которую они подхватили, там, где-то в Юго-Восточной Азии, или там, в Африке и так далее. Значит, на этот счет, естественно, вы знаете вот эту жуткую мощную эпопею, связанную с птичьим гриппом. Птичий грипп, птичий грипп, конечно. Да, во-первых, хочу обратить внимание, инфекционисты, во-первых, дали пояснение, что птичий грипп – это болезнь вирусная, понятно, но он не поражает дыхательные пути, как нам казалось. Это кишечная инфекция, большей частью. И поэтому для того, чтобы, как вот популярно было объяснено, для того, чтобы заразиться птичьим гриппом, нужно, извиняюсь, просто поймете практически, так сказать… Измазаться? Да, измазаться, еще, ну, понятно, только при таком тесном контакте. Поэтому бояться вот, что сейчас птичий грипп начинается с пролетом птиц, это, ну, не имеет смысла. То есть мы можем заболеть этой инфекцией, подхватив ее совершенно не от перелета. Тем более, что те же самые перелетные птицы, гуси, утки и так далее, в городе они не так часто с нами контактируют. Во-первых, они не подпускают, они осторожны. Ну и вот делаем выводы. Ну, а носители, носители они могут быть? Носители они могут. Именно не переносчиками, например. Вот именно таким образом. То есть они как бы сами заболевают, они больны, летят. В лучшем случае они долетят до наших северных регионов. В худшем случае погибают еще, так сказать, на стадии развития болезни, еще в тех краях, где они, собственно, были. Ну и потом вы можете, из прессы тоже мы прекрасно знаем, из интернета информация о том, что, например, если бы они все были больны и заразны, то, простите, все население южных регионов, оно бы переболело и практически было подвижно. Ну да, конечно. Массово воздействие. Мы бы уже поняли об этом. Согласен. Еще вот теперь по поводу того, что перелетают, открывается сезон охоты. Это же дичь. Начинаем охотиться. И тут тоже надо сопоставить. И насколько может быть опасна эта дичь в плане еды, потому что мы же охотимся, это первое. Ну и как она, много ли дичи на охоту у нас будет? Ну, для охоты, во-первых, установлено определенное ограничение. Вы знаете, у нас существует определенное, так сказать, природоохранное законодательство, в том числе в области осуществления охоты. И, соответственно, каждый охотник, соответственно, не может направо-налево стрелять столько, сколько ему захочется. То есть он получает соответствующий документ, где четко подприписано, какое количество дичи он может добыть в этот сезон. Это количество определяется предварительными исследованиями. Каждый год? Каждый год. У нас есть учреждение в Республике, государственный компетент по биологическим ресурсам, который как раз мониторит вот эти вопросы. С переходом весны возвращаются из теплых краев перелетные птицы, чтобы свить гнезда и вывести птенцов. А у охотников в это время начинается сезон охоты. На сегодняшний день у нас в районе зарегистрировано два охотничьих хозяйства – в городе Кукмар и в селе Лубяны. Согласно лицензии, охотнику за один день разрешается отстреливать только одну птицу. Казалось бы, эти безобидные существа не могут причинить никакого вреда, но с собой они могут привести немало болезней, которые впоследствии приводят к большим проблемам. Гриб птиц – это вирусная болезнь, которая поражает органы пищеварения, дыхание птиц и сопровождается высокой смертностью. От момента поражения до проявления явных клинических признаков болезни проходит от одного до семи дней. Чтобы обезопасить риск заноса гриб птиц, в первую очередь исследуются зонантропные и водоплавающие птицы, так как именно они являются основными переносчиками болезней. Каждый квартал мы исследуем сенантропных и водоплавающих птиц на гриб птиц. Берем смыл из гортани, либо охотно-хозяйство к нам приносит трупы этих птиц, и мы отправляем этот материал в Республиканскую ветеринарную лабораторию для исследования вирус гриб птиц. От главного управления ветеринарией города Казань ежегодно для районных ветеринарных служб составляется план для исследования вируса гриб птиц. В этом году Кукморская ветеринарная лаборатория должна будет проверить 120 проб синантропных и около 30 проб диких водоплавающих птиц. О деле Шакирова, Милеуша Хазиева, Марат Саберзянов. Новости Таташстана. Это было «Главное за неделю». Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин